Вопрос о том, каким образом можно представить атом, и каким будет атом, если мы сможем увеличить его до размера яблока, наверное, один из самых популярных вопросов из тех, которые мне задавали в комментариях. Ну что же, пришло время разобраться с этой штукой, ну и на связи, как всегда, Юрий Трифонов, и сегодня мы попробуем представить себе, каким будет атом, если увеличить его до размера яблока. Что мы знаем про атом? Ну, в первую очередь, мы знаем, что это частица, и что атом тоже состоит из каких-то субатомных частиц. Структура атома обычно описывается стандартной классической моделью, которая заключается в планетарной модели атома Резерфорда, правда, сейчас современные представления о строении атома сильно изменились, и модель атома Резерфорда осталась разве что в школьных учебниках, как самое начало, скажем так, творческого пути любого изучающего физику. На самом деле, гораздо более объективной моделью на сегодняшний день является модель Шрёдингера, про это был отдельный ролик, и ссылочка где-нибудь обязательно в описании, или где-нибудь в подсказках бегать. Ну, а так или иначе, давайте вспомним, в чём суть этой модели, и, в общем-то, модель Шрёдингера сильно не отличается от модели атома Резерфорда. Там тоже есть ядро, но в отличие от планетарной модели, где у нас электроны вращаются подобно планетам вокруг ядра атома, здесь у нас с вами есть некоторая облака вероятности существования электрона. Тут очень глубокие интересные моменты, которые, кстати говоря, оставляют отпечаток на том вопросе, который мы сейчас с вами пытаемся разобрать и рассмотреть. По факту, строение атома, которое представляет собой планетарную модель, подразумевает, что электрон – это есть некоторая постоянная стандартная частичка, которую можно потрогать и которая является тоже некоторым физическим телом. А вот модель атома Шрёдингера, которая является более современной, говорит, что есть некоторая область вероятности, где электрон может существовать. Иными словами, при некоторой степени приближения может так получиться, что электрон существует сразу и здесь, и здесь. Это, как говорится, здрасте-привет особенности квантовой физики и здрасте-привет традиционная классическая волновая функция. И вот это вот всё является определяющим моментом, который позволяет нам представить атом специфическим образом. Что же, если бы мы с вами увеличивали классический атом Резерфорда до размера яблока, что бы мы с вами получили? Мы бы с вами получили классическую модельку атома, которую можно раньше было купить во всех магазинах. Если помните, была такая моделька вечного двигателя, где у нас есть такая центральная штучка, и вокруг неё вращаются какие-то орбиты или что-то такое. Вот примерно так бы выглядел атом по модели Резерфорда, если бы мы его увеличили. Но это устаревшее представление. А если мы увеличим с вами модель атома, которая у нас сейчас существует и считается наиболее правильной, то мы получим что? А мы получим непонятно что. Отметим несколько характерных моментов. Во-первых, поскольку у нас электроны, которых, как бы так сказать, то ли не существует, то ли не существует, расположены где-то вокруг атома в непонятной точке, это будет какая-то такая мерцающая зона, где будут периодически материализоваться разные частички, в частности электроны, и эти частички будут создавать непонятное такое запутанное облако вероятностей. Это будет похоже на что-то типа электронного шума, если вот вы помните старые экраны, там даже была такая заставка, такой скрин-сервер, где у нас с вами вылетали различные точечки такие, и получался цифровой шум, активный цифровой шум. Вот примерно такая будет зона. Вот где-то внутри этой зоны будет располагаться ядро атома, которое мы с вами не увидим, даже если мы атом увеличим. И при всем при этом непонятно, как вообще все это визуализировать, потому что фактически мы будем иметь дело с каким-то таким непонятным облаком, который не имеет ни размера конкретного, ни формы, и все находится в некоторых вероятностных характеристиках. Размер у нас будет вероятностный, и размер может быть такой или такой в некотором диапазоне. Внешний вид у нас будет расплывчатый, похожий на цифровой шум, ну а внутренности атома мы вообще с вами не увидим. Более того, есть такая большая вероятность, что свет не может в полной мере провизаимодействовать с теми частичками, которые мы рассматриваем, поэтому, ну фактически мы атом-то можем в том виде, как мы его хотим увидеть, не увидеть. Поэтому увеличение атома до некоторых размеров ни к чему нас с вами не приведет. Следующий момент. Если у нас каждая частичка расположена на некотором расстоянии друг от друга, вне зависимости от того, меняет ли частичка свое положение, и расположена она там постоянно или вероятностно, у нас между частичками есть некоторое расстояние. Это расстояние определяется рядом параметров, не суть важна сейчас какими. Но так или иначе, вот эти вот электрончики и внешние частички, которые у нас окружают атом, будут расположены еще и на некотором расстоянии друг относительно друга. И фактически это будет вот как такая бурлящая пена, как цифровой шум, где у нас еще вот эти всплески, которые олицетворяют внешний вид субатомных частичек, именно электронов, будут вести себя вот таким странным образом. Хорошо, получается такое что-то типа клубка, не имеющая ни формы, ни размера, непонятно чего. Потрогать это нельзя, и вот тут вопрос насчет потрогать. Еще один из популярных вопросов, который часто задают в комментариях под роликами об атомах, об строении атомов, заключается в том, что каким будет атом на ощупь, если он будет большим. Почему-то очень многих интересует, как мы можем потрогать материю, если, по сути дела, она состоит из пустого места. Здесь я приведу характерное описание, которое не раз приводил в своих статьях, которые не раз мы с вами рассматривали. Фактически, да, любая материя, по сути, состоит преимущественно из пустого места. С одной стороны. А с другой стороны, в этом нет ничего специфического. Самый простой способ представить это, это взять два магнитика и попробовать свести их одноименными плюсами друг с другом. Очевидно, что они начнут отталкиваться. Это отталкивание будет ощущаться вполне себе объективно, вполне себе материально. И когда эти магнитики отталкиваются, мы вполне можем сказать, что вот это вот ощущение, это очень даже материальное явление. Почему же тогда у вас возникает вопрос, каким образом мы трогаем материю, если она состоит из пустого места, по факту? Ну, там, не полностью, конечно, но пускай там на 80% из пустого места. У нас частички, субатомные частички и более глубокие, так сказать, уровни выстраиваются в некоторые структуры. Будь то там вероятность расположения, будь какое, не суть важна. Важно, что они друг с другом взаимодействуют и друг от друга отталкиваются. В результате того, что частички отталкиваются друг от друга, образуется тот самый эффект, который мы с вами ощущаем при взаимодействии магнитиков. Более того, наше с вами тело тоже состоит из некоторых частичек. У нас тоже есть электроны, чем бы они ни являлись. Про природу электрона, кстати, было много роликов, тоже ссылочки оставлю. Там очень много чего интересного. И так вот, вне зависимости от того, чем являются эти электроны, мы, состоя из этих электронов, пытаемся прикоснуться к другому телу из электронов и очевидно ощущаем отталкивание. И фактически, да, здесь очень хорошо подходят эти вот красивые заголовки, которые так любят читатели на очень популярных статье, что мы с вами никогда ничего не можем потрогать, потому что фактически мы ощущаем постоянно это отталкивание частичками. Теперь перенесем все на строение атома и на то, как мы его представляли. Мы сказали, что для того, чтобы представить как-то увеличенный атом, нам нужно представить некоторое облако из какого-то такого постоянно меняющегося цифрового шума. В этом облаке мы, скорее всего, не увидим положение ядра этого облака и будем какой-то вот такой вот абстрактный пучок, непонятно чего, потому что мы видим электроны, электроны мы не знаем, что такое, пытаться как-то увидеть. А вот теперь мы берем и пытаемся его пощупать. Что мы с вами ощутим? Ну, это будет какая-то непонятная такая субстанция, которая тоже отталкивает объекты, состоящие из одноименных частиц, и фактически мы будем трогать вот этот вот кисель вот этот, примерно так же, как мы с вами трогаем, пускай там, мячик. Но при всем при этом, да, атом должен быть довольно большого размера, и мы должны иметь возможность с ним провизаимодействовать. Но мы уже обозначили, что да, атом увеличенный, поэтому взаимодействуем с ним можно. Поэтому, когда мы с вами трогаем вот такой вот атом-мячик, мы вполне можем его потрогать, но при всем при этом нужно понимать, что поскольку у нас нет определенной формы, поскольку у нас расположение частиц в этом облаке вероятности, как бы это странно ни звучало, вероятностное, мы с вами не можем в полной мере эту штуку пощупать. Пытаемся взять этот мячик, а электроны оказались в другой точке. Трогаем его, а он постоянно меняет форму. Поэтому, если мы с вами увеличим атом, мы с вами не сможем его потрогать в том виде, как мы это себе представляем. Более того, может так получиться, что эта штука будет постоянно менять свою форму, эта штука будет постоянно менять свои характерные размеры, попадая в обозначенный диапазон этих размеров, и при всем при этом это даже не будет напоминать какой-то там воздушный шарик с водой, что-то такое. Здесь вот эти все аналогии, которые мы всегда пытаемся представить для упрощения и улучшения восприятия материала, не всегда однозначные, не всегда объективные. Все дело в том, что на квантовом уровне, на который мы с вами переходим, эти аналогии во многом перестают работать. Классическая механика представляет собой нечто объективное, очевидное и понятное. Вот, скажем, молоток на столе лежит, не понятно, зачем он лежит. Он представляет собой классическую материальную штуку, классический материальный объект. И этот классический материальный объект можно потрогать, он имеет форму, размеры, прочность и так далее. Когда мы говорим про квантовые частицы, тут все намного сложнее и намного интереснее. И все дело в том, что квантовые частицы не будут уже подчиняться тем аналогиям, которые мы пытаемся на них перенести. Различные модели можно использовать, но модели нужно использовать внимательно и аккуратно. И вот так же и тут, когда мы пытаемся представить, что мы увеличили атом до размера яблока и пытаемся его потрогать, мы не понимаем, что на самом деле атом, который окружен субатомными частицами квантового уровня, будет вести себя совершенно по-другому и не будет никак напоминать самый обычный мячик. Поэтому, исходя из некоторых косвенных факторов, можно сделать такую догадку, можно сделать такое предположение, что, в общем-то, чем-то это будет напоминать наполненный водой воздушный шарик, который будет так вот постоянно деформироваться, но при этом будет вот так вот осизаться, потому что он тоже окружен электронами, наше тело тоже окружено электронами, скажем так. Так, любая материя имеет схожую конструкцию, ну, любая материя, которую мы называем материей физики, имеет схожую конструкцию, и эти материи так или иначе будут взаимодействовать, во многом, кстати говоря, исходя из принципа Паули. Кстати говоря, вы ведь наверняка знаете, почему происходит это вот отталкивание, и почему мы не можем, грубо говоря, свести атомы друг с другом. На самом деле, это большая тема, которую стоило бы рассмотреть в отдельном ролике, но кратенько скажу, что по сути работает принцип запрета Паули. Две частички, грубо говоря, не могут находиться в одной точке, поэтому два электрона пытаются друг от друга оттолкнуться. Ну, здесь можно к этой формулиру экспертаться, но так или иначе, я думаю, что полезно вот это понимать, знать, и понимать, что принцип запрета Паули, это не только вот про эти клеточки, где мы рисуем стрелочки вверх-вниз, ведь очень многие из вас наверняка запомнили принцип запрета именно в такой форме, потому что в школьном курсе мы просто рисуем клеточки и распространяем там электроны, говоря о том, что вот они разнонаправлены, обязательно должны быть, а то ничего не получится. И никогда не понятно, для чего, блин, это вообще нужно. Ну, так или иначе, давайте кратенько подытожим. Итак, представить себе атом, если его увеличить, довольно сложно, потому что это будет некоторый такой фантомный объект, напоминающий что-то типа дымки, состоящий из цифрового шума, постоянно перемещающийся и меняющийся в размерах, но не выходя за некоторые характерные размеры, которые у нас поддаются расчету, потрогать эту штуку не получится в том виде, как мы хотим это сделать, потому что в лучшем случае аналогия, которая здесь подходит, это воздушный шарик, который сжимается, разжимается и перемещается. И еще один момент, что к атому могут носиться такие электроны, которые находятся буквально там, чуть ли не в другой вселенной и чуть ли не в другом измерении. Это довольно большая тема, на эту тему у меня была статейка на Дзене, посмотрите, тоже ссылочку оставлю, там очень интересный момент. При некоторой доле вероятности, так может получиться, что электрон, относящийся к атому, на самом деле находится там в миллионах километрах от этого атома. И это следует из вот этой вот вероятностной модели расположения электронов. Ну что же, на этом, наверное, все. Всем спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы всегда сохранять связь друг с другом. Там всегда выходят какие-то интересные обновления. Что же, еще много чего интересного есть на Дзен-канале проекта. Ну и до новых встреч. Всем спасибо, всем пока, всего наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok